Всем здравствуйте друзья, добро пожаловать на мой канал, с вами Николай и сегодня я хочу провести полный обзор по моей квартире, по растениям именно, за исключением балкона. Балкон мы посмотрим отдельным видео, чтобы не было такого нагромождения по времени слишком большого, но сегодня зато мы сможем посмаковать немножко больше растения. Какие-то названия буду называть, какие-то просто буду показывать образно, да, в целом такой плавный обзор получится. Последний раз я его снимал несколько месяцев назад, в целом зрители были довольны, многим понравилась такая рубрика, да, из моего канала, поэтому всем приятного просмотра, оставайтесь со мной и начнем нашу экскурсию по моим квартирным цветочным джунглям. Поехали! Друзья, в этот раз обзор я решил начать с моей комнаты, в которой живет большая часть ароидных растений и прочие растения тоже, но в основном ароидные здесь живут. Также здесь живет такой вот у меня папоротник, это один из плебодиумов, если я не ошибаюсь. Вот такой пышный красавец, зеленый и красивый у него ваи, очень мне он нравится, он прям, знаете, в последнее время я влюбился в папоротники. Настолько они тоже дают ощущение какого-то леса, джунглей, не знаю, очень нравится, красавец. Здесь хорошо растет, ничего не сушит, поливаю я его регулярно, но даю немного просыхать, то есть не заливаю. Самое главное, я понял, для папоротников это их не заливать. Следующее растение это вот такой небольшой эпипремном хэппи лиф, здесь он у меня живет, недавно он переехал на опору. Вы можете видеть, да, вот такая небольшая у него опорка, а растет этот эпипремном достаточно медленно, поэтому такая небольшая опора ему пока хороша, да, для использования. Такие листики очень красивые, очень яркие, тоже не любят перелив, покупал я его абсолютно залитым, очень много листовым потерял, еще на нем был мучнистый червец, который его активно ел. Но сейчас он пришел полностью в норму, осталась пара еще буквально в глубине листьев, не очень здоровых, да, которые старенькие, от залива, переливали его сильно в садовом центре. Здесь эпипремном неон, такой вот тоже красавец, даже есть листья, посмотрите, с такой интересной вариегатностью, да, посмотрите, какая красота. Своеобразные листики, не однотонные, тоже пышный кустик, со средней скоростью он растет, не супер быстрый, но и не супер медленный, тоже мне нравится. Посмотрите, следующее растение, это вот такой филадендрон брасильский, тоже крупный, красавец, очень мощный куст. Знаете, я его тут даже подклеил скотчем, веточку, видите, бумажным скотчем, потому что не знаю, как бы его закрепить. Хочется, чтобы он немного своей побеги пускал вверх, чтобы лист не мельчал, но вот так вот он здесь растет, потому что некоторые листья, посмотрите, на размер листа. Сейчас вам покажу, смотрите, какой огромный лист, да, вот, были все такого размера у него. Просто потрясающе. Был у него трипс, чуть-чуть он мне его подпортил, немножко совсем, очень быстро я его обнаружил, обработал моим препаратом имеющимся, да, у меня под рукой. Трипс ушел. Надеюсь, не вернется, но осадочек остался, да, как говорится. Продолжаем движение. Следующее растение, это вот такой филодендрон империал грин, один из моих самых любимых филодендронов, один из самых простых на самом деле, да, тоже легко доступных, никаких-то изысканных, но он настолько красив. Он растет именно кустом, постоянно дает какие-то новые ответвления, новые детки, и он реально очень мощный, то есть красивый, мощный филодендрон, да, очень большой, я говорю, постоянно появляются у него какие-то, вы можете видеть в глубине, да, новые зачатки роста, то есть он хочет разрастаться, становиться все гуще и гуще. Я ему это, конечно, позволяю делать, пусть растет на здоровье. Здесь у меня небольшая группа Аглаанем, вот такие красавицы стоят, у это достаточно замудренное название, сейчас я его постараюсь прочитать вам. Греухаура, Аглаанема греухаура, да, вот такая красавица, Аглаанема сани, тоже очень красивое растение, тоже пышное, есть у нее детки, растет, развивается. Красавица, красавица тоже. Здесь у меня стоит Рафидафора тетрасперма, достаточно новое растение, поэтому она еще не обросла свою опору, опору я показывал в одном из видео, как делать, не так давно она выходила, я ее сразу поставил на эту опору, думаю, ну что тянуть, да, кота за хвост, пусть живет сразу на опоре. Она, по-моему, вполне неплохо вписалась, пока еще пустая, но в будущем посмотрим на ее развитие. Следующее растение, вот такая еще у меня есть Аглаанема, тоже красавица, не помню ее сорт, что-то там, по-моему, это зебра называется данная Аглаанема, если я не ошибаюсь. Может быть, ошибаюсь, но не суть, не суть. Вот такое красивое растение, тоже мне оно нравится, собака моя ходит, луна, ну что ты ходишь, ножками цокотит, 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 любит она ходить, когда я в движении. Вот такая следующая красота, это монстера тайское созвездие, это уже домашний лист, не так давно у меня это монстера относительно, да, вот дала вот такой красивый лист. Я думаю, в будущем будут они еще мощнее, вот тут у нее еще есть листик, вот тут еще есть лист у нее тоже, этот, видите, даже без сечений, абсолютно такой, и вот еще один есть лист, там он в глубине тоже без сечений. Тут немножко у нее, не знаю, из-за чего это случилось, может быть, перелил немного, что вот эта часть именно, где желтая, желтый окрас, да, чуть испортилась. Здесь такая у меня станция для проращивания стоит, особо я в ней ничего не проращиваю, да, пара веточек эпифилума сломались, я их поставил в воду. Филодендрон биркин, тоже красивый очень филодендрон, тоже кустовой, чем он мне и нравится, да, что не лиана, потому что когда очень много лиан, конечно, сложно их размещать, поэтому вот биркин, само то, здесь он у меня живет, стоит, получает достаточно количества света, красивая пестролистность у него, да, хорошая пропорция, мне кажется, между светом, светлым оттенком, да, и зеленым, то есть, когда они бывают слишком зеленые, иногда бывают слишком светлые, а тут прямо вот все, как доктор прописал, да, то есть, идеально, идеально, красавец биркин, и очень приятный, вы знаете, на ощупь, текстура у него такая, своеобразная, как гофрированная бумага. Дальше стоит на опору перешедший не так давно филодендрон обра, да, потому что начал мельчать мгновенно, он либо должен расти на опоре, либо расти горизонтально, то есть, делиться как-то по земле, да, тогда у него листья не мельчают, но если они начинают опускаться, как ампель, то все, начинает тут же мельчать. Не знаю, насколько ему будет хорошо на такой опоре, если будет не очень хорошо, то придется его, конечно, переводить на опору из мха, чтобы мне не хотелось сделать, в том плане, что это немного проблематично для меня, мух нужно всегда поддерживать, чтобы он не был абсолютно сухим, но пока вот так я его поставил тоже, да, можете видеть, на опоре он живет у меня здесь. Вот так это все выглядит, красиво, по-моему, очень даже. Следующее растение это монстера альба, монстера альба, вот такая красавица, тоже крупное уже растение, дало оно мне всего один лист с момента его покупки, долго она приживалась в новом горшке, наращивала активно корни, вот этот лист она дала, да, здесь нет сильных сечений, но, как я понимаю, это нормально, после пересадки первый лист может выйти, надо смотреть за остальными, надеюсь, что они будут выходить с такими хорошими разрезами, да, отверстиями и будут более такими интересными, как вот этот, например, лист, смотрите, какая красота, да, получился он, очень славно у нее, тоже мне нравится, что она не сильно белая, что у нее достаточное количество зелени присутствует, мне это нравится, мне это нравится, в целом я люблю зеленые растения, люблю, когда они прям совсем такие, знаете, варигатные, что вырви глаз, вот так вот она у меня смотрится, очень много у нее воздушных корней, вы можете видеть, видите, они стелятся, какие-то я заправляю в горшок, какие-то вот так висят, видите, я их не обрезаю, мне они не мешают, мне они тоже, опять-таки, кажется, создают какую-то определенную эстетику, красоту, дальше мы пройдемся по моим пепперомиям, некоторым из них живущим здесь, это пепперомия роса, а пепперомия был обзор, я все их близко показывал, пепперомия роса, вот они любят свисти, вы знаете, они непрерывно выбрасывают эти свои колотушки, формы таких мышиных хвостов, еще называют, по-моему, мышиных хвост на английском как-то, вот это тоже красавица кито, пепперомия кито, очень интересное растение, приятное, тоже красивый сорт, пепперомия лилия, самая такая, пожалуй, известная, банальная, может так сказать, ну, в плохом, не в плохом смысле, а в хорошем смысле, самая такая ходовая пепперомия лилия, они вот эти все относятся, обе эти пепперомия относятся к оператору, к оператору означает морщинистая, то есть морщинистый пепперомий, видите, следующая это пепперомия арбузная, тоже очень люблю это растение, пепперомия всегда даю хорошо просыхать, друзья, прям вот хорошо-хорошо, не 100%, но прям горшок, я обычно проверяю на вес, знаете, выберу в руку, когда он легкий, тогда я только их поливаю, арбузная, когда она хочет пить, она показывает все своим видом, она так немного драматично, она начинает пускать активно листья, да, я их поливаю тогда, и это помогает их держать живыми, они не загнивают, потому что пепперомии не любят много воды, еще вот такая пепперомия прострата, здесь живет тоже, это просто мать-мущая листвы, не пойми, кто здесь мать, кто здесь дочь, да, вот такой крупный пышный горшочек, пепперомия прострата стоит на небольшой опоре, которую я взял, у меня была такая небольшая лампа, знаете, я ее убрал лампу и поставил прострату, мне кажется, прострата здесь чувствует себя хорошо, да, смотрите, какая красивая, пышная, пышная прострата, я переделал сетки, установил, кстати, вот такой момент, да, взял, купил просто органзу и установил ее в эти рамы для сеток, потому что раньше были сетки с очень большими ячейками, и, конечно, не очень хорошо, они задерживали каких-то вредителями, трипсы могли пролезть, через такую органзу трипс не пройдет, да, поэтому я могу теперь спокойно открывать всех комнатах окна, не боясь, что какая-то, так сказать, извините за выражение зараза не пройдет, да, следующее растение это хищник, одна из моих сарасэний, сарасэния пурпурая, вот такая красавица, мне нравится ее произносить, сарасэния, так, р-р-р-р, смотрите, какие у нее листья, да, как будто вены, действительно, Очень красиво она выглядит На солнце она так загорает Если ее поставить в тень, то она будет зеленая Тоже есть видео о полном их уходе Все, что я делаю для хищных растений Всегда я бережу в плошках с водой Об этом я подробно рассказывал В видео об их уходе Вот такая еще сарасения И вот такая тоже сарасения Еще у меня есть небольшая пингвикула Это растение, это называется пингвикула Тоже хищник, видите, у нее черные точки Это прилипающие к ней Земляные комарики Она сейчас цветет, смотрите Буйно цветет, даже не знаю, хоть в вазон покупай И ставь букет, да, вот такое у нее цветение Еще у меня есть две драссеры Это такие тоже На R делаю акцент Тоже такие своеобразные Хищники, тоже к ним все прилипает Знаете, тоже, видите, маленькие Мошки липнут, у меня особо никто не летает К сожалению, в этом плане Но мошки земляные, да, так как здесь живут В основном ароидные, я их решил здесь поставить Хищников, так как иногда все-таки грунт у них Плажнее, чем у суккулентов У меня в основном все-таки суккулентные растения В квартире И вот такие две драссерки тоже здесь питаются Это собирается зацветать Да, вы можете видеть Зацветать она собирается А это, смотрите, как тоже буйно цветет Я не знаю, что с этим букетом делать Посмотрите, какая роскошь Видите? Вот такое буйное цветение у данной драссеры Очень красиво Я, конечно, утрирую Чтобы не обидеть драссеру Пусть еще и цветет И она, кстати, еще собирается выбрасывать цветоносы Я вон вижу, видите, такой У нее своеобразный побег Это будущий цветоносы И здесь стоит венерина мухоловка Которая тоже отцвела Я пока не срезаю цветоносы Думаю, пусть подсохнут немного Но стоит она уже так долго Отцвела она небольшими желтыми Не желтыми, а белыми цветочками Вот такая зона Давайте мы сделаем небольшой подсчет Такой, да Покажу ее всю Видите, как они здесь стоят От окна снимаю Поэтому немного притеняет Дальше У меня здесь стоит небольшая аглоанема Тоже малышка вот такая розовенькая Тоже цветет У нее есть детка Вы знаете, это аглоанема Сейчас покажу Мать Молодая мать Вот, видите, детка И основное растение Неспешная дама Относительно Но тоже растет Тоже мне очень нравится Так разбавляет зелень здесь Я не любитель розовых растений Каких-то красных Да, ну вот она как-то прям так Пах Мне нравится Разбавляет мою зелень И желтизну Дальше стоит Эпипремнум Два сорта Марбл Куин И Сноу Куин Марбл Куин Можете прям видеть, да Разница Вот Марбл На вашем экране Вот там Марбл А вот Сноу Сноу у него намного светлее листья Видите, они практически белые Вот вы видите, да Практически белые С небольшими вкрапинками А растет этот сорт намного медленнее Чем Марбл Вот тоже Сноу Марбл, конечно, колосится Колосится Выдает листву А Сноу он такой помедленней Не спеша Не спеша меня радует Но мне нравится эта комбинация Двух оттенков По-моему смотрится Очень тоже здорово Красиво Живет он на опоре Не так давно я его перевел на опору Так как лист начал мельчать Я думаю Нет, нет, нет Мне мельчаний таких не нужно Поэтому сделал ему опору Высокую Сразу И от него мы можем перейти К моему следующему растению Это вот такой Филодендрон Ред Да По-моему называется Филодендрон Ред Я как-то не подготовился Сильно с названиями Кто-нибудь Какой-нибудь добрый человек Не обязательно это отметит В комментариях Ну в общем Вот такой филодендрон Тоже стоит у меня на опоре Достался он мне В очень печальном состоянии Обезвоженный Практически убитый Миллион лет не пересаженный Ну вы знаете Начал расти Развиваться И начал выдавать Потрясающе красивые Шикарные листья Вот эта шапка Она уже наросла Вся у меня дома Да Вы видите Какие крупные Мощные Здоровые листья Очень красивое растение Кстати Пыль я не вытираю особо Никогда С растений Часто спрашивают Как я вытираю пыль Знаете Я не вытираю Но она почему-то Не садится Может быть У меня просто нет пыли Может какое-то Исключение Из правил Квартира Как-то не пылятся Они особо Знаете Вот так он выглядит Еще одно растение У меня здесь есть Этот стол я использую Иногда для завтраков Но не всегда Не всегда Покажу вам Того кто ходит Непрерывно Луна Что ты ходишь Чего ты испугалась Луна Идет еще Ноа Вот они Две Но она спокойная Она ляжет и лежит Луна будет ходить И ходить Все Убежала Навели на нее камеру Удрала сразу Не хочет быть в кадре И вот здесь еще Такой у меня стоит Красавец Спатифилиум Спатифилиум Даймонд Это сорт Даймонд Я его покупал Под таким названием Тоже у него листья Как гофрированная бумага Одно из моих Самых любимых растений В коллекции Вы знаете Я обожаю его Настолько мне кажется Красив И он так хорошо растет Дает новое потомство Причем некоторые Растения Тут несколько посажено Очень хороший вар Посмотрите Какой потрясающий цвет Дает вот такие Интереснейшие листья Молоденькие Да Открывается Некоторые более зеленые Некоторые более желтизной Он даже еще зацвел у меня Тоже вот такой цветочек У него был В общем красавец Нереальный Вот такой вот у меня Спатифилиум Даймонд Да Вот так выглядит В целом А еще здесь у меня такая Картина Да Куда уж Без картины И куда уж Без ароидных Каких-то листьев Пальмовых листьев В общем Вот так друзья Выглядит Данная Комната Выходим из нее Плавно Спиной Вот такая красота И общий вид Да Посмотрите И легким движением руки Мы перемещаемся В спальню В спальне Здесь тоже Как вы можете видеть Такая же сетка Она кстати Помогает немного Рассеивать Сильно яркое солнце И кто же живет У нас в спальне В спальне У нас живут Сэндапсус Пиктус Красавчик тоже Такой немножечко Он почему-то проблемный В целом Не знаю Как-то Я его не переукоренял А много черенковал Чтобы сделать его пышнее Вот как-то он Постепенно Постепенно Обрастает Не хочу о нем Плохо говорить Но не самый Радующий меня Цветок А здесь стоит Пара Сансеверий Любовь моя Мои красавицы Сансеверия Уитни Да Вот это называется Уитни Это называется Кристи Такие две подружки Уитни и Кристи Да Очень красивые сорта Яркие Это Дает Детку Можете видеть Несколько деток У нее пошли Листья Листья у нее Очень интересные Видите Своеобразные Такие листья И вот это Кристи Тоже здесь растет Есть у меня Такой Псевдорипсалис Тоже здесь живет Краснеющий Такой Красавец Стоит здесь Потихонечку Нарастает Здесь стоит У меня еще Пепперомия По-моему Называется Golden Gage Golden Genua По-моему Golden Gage Называется Сурданной Пепперомия Пепперомия Да Вот такая Красавица Optipan Bicolor Мне она Очень нравится Красивая Пепперомия Очень жесткие Листья Смотрите Какие они Приятные На вид Да Эти листья Очень эстетичные Красотка Еще Пепперомия Хоп У меня здесь живет Тоже маленькая Разрастается Разрастается Очень хорошо Растет Пепперомия Хоп Тоже В небольшом горшке Тоже не заливать Самое главное Листья у них Жирные Хорошо держат воду Вот такая Сансеверия Осахи Тоже Потрясающей Красоты Растения На мой взгляд Очень интересная Очень яркая Очень Пышная И сочная Дама Растит Два Потомства Два ребеночка У нее здесь Две детки Сама из-за этого Слегка бывает Моментами терять Тургар Если я не Полью ее Вовремя Но стоит Полить ее И она тут же Восстанавливается Потому что Часто Когда сансеверии Растят Детку Они начинают терять Тургар Так как Отдают ей все силы Следующая Сансеверия Это сансеверия Аубрутиана Лоурен Тоже Крупный Куст У меня есть Тоже Считается Очень капризной Сансеверией Но вы знаете Она самая Некапризная На мой взгляд Из всех Имеющихся У меня Абрутиан Самое Потрясающе Хорошо растущее И самое Благодарное Растение Из всех Абрутиан Сансеверий Которые у меня Есть Вот такая Лоурен Следующая Сансеверия Это сансеверия Фернвуд Вот такая Красотка Тоже Покупал Совершенно Крошечным Горшочком Знаете Такой Маленький Был горшочек Несколько Было У него Этих Колючек И вот Посмотрите Какое Ведро Сансеверия У меня Теперь Здесь Стоит Да Она Огромна Она Огромна Очень Красива На самом Деле Мне Она Нравится Нравишься Ты Мне Фернвуд Вот так Растет Камера Немного Больше Желтит Чем Есть На самом Деле Изображение Не знаю С чем Это Дальше Это Кирки Сильвер Блю В свое Время Ее Спас Из Магазина У меня Спрашивали Про Судьбу Вот Она Стоит Вот Раз Два Три Четыре Даже Пять Листов У нее Выросло За Это Время Дала Четыре Детки Чувствует Себя Хорошо Кирки Капертон Здесь Живет Тоже Листики Подпорчены У нее Увеличивает Всю Эту Тему Дальше Следующая Сансеверия Фишери Вот Это Сансеверия Венди С деткой Детка Пошла Несколько Сансеверий Массаньян Небольших Варигатных Тоже Пестрых Вот Такая Есть Пестролистность Вот Такая Вот Такая Это Немного Болезненный Вид На самом Деле Этот Лист Он Очень Старый Да Но Он Живой Абсолютно И пригодный Для Так сказать Для того Чтобы он Выдавал Детку Поэтому Пусть Растет Еще Есть Вот Такая Пестролистность Так Давайте Ее Покажу Тоже Видите Не сильно Яркая Но Красивая На мой Взгляд Все равно Такая У нее Кайма Ободок Здесь Еще Сансеверия Сильвер Фрост Есть Розеточка У меня Еще Про Сансеверию Очень много Видео На канале Про Уход Полив Умеренный Не нужно Сильно Пересушивать Но Полив Умеренный Хорошее Освещение Защищая От Сильно Жесткого Солнца Вот Еще Сильвер Фрост Ханни Голд Еще Вот Такая Марбл Грин Каньон Сейчас Скажу Что Прочитаю Стар Минч Грин Марбл Стар Минч Грин Марбл Вот Такая Растет Она Несколько Деток Сейчас Покажу Потом Стро Видите Вот Они Растут Три Детки Тянет Она Тоже Еще Есть Вот Такая Массониана Тоже Варегатная Тоже Крупный Красивый Лист Отойду Немножко А то Солнце Прям Жар Идет Вот Такая Массониана Красивая И Вот Эту Я еще Не показал За ней Маленькую Так Смотрите Какая Красивая Тоже Она Прям Мятная Массонианка Тоже Очень Красивая Тоже Я Этим Летом Но Может Быть По Осени Или По Весне Следующие Начнут Они Посаженные В Один Лист Давать Мне Потомство Кстати Вот Это Массониана Это Детка От Вот Этой Которая Сильно Желтая Вот Такая Вот У нас Тоже С Вами Друзья Комната Это Вторая Комната Обзор Обещает Быть На Час По Все Видимости Комната Это Ванная Ванная Комната Туалет Объединенные Здесь У меня Небольшая Полочка Стоит Такая Установлена Полка Здесь Пепперомия Силвер Фрост Силвер Фрост Силвер Фрост Она Называется Такая Красивая Пепперомия Люблю Обожаю Пепперомии В целом У меня Их Много Смотрите Тоже Регулярно Цветет Здесь Яркий Рассеянный Свет Влажность Высокая Все Идеально Они Любят Хорошую Вот такая Пепперомия Шуми Ред Тоже На мой взгляд Красивый Сорт Очень интересные У нее Листья Своеобразные Следующая Пепперомия Это Пепперомия Рана Верде Зеленая Лягушка Тоже Активно Цветет Посмотрите Какие у нее Необычные Цветоносы Если у них Вот такие Выходят У Раны Верде Посмотрите Они прям Огромные Тоже Постоянно Цветет Не хочет Сильно Наращивать Листья Хотя Куда Уже Да И так Пышный Куст Но Цветет Вот это Тоже Очень Активно Цвела Пентагриджио Вообще У Пепперомия Заметил Очень часто Итальянские Названия Росса Пентагриджио Наполинайц Какие-то С Италией Связаны Тоже Очень красивые Посмотрите Какие Листья У нее Серебристо Такие Розовые Бронзовые Очень Красивые Растения Вот такая Полочка Она небольшая Она не меняется Особо Они вот как стоят Здесь так стоят И крайне редко И даже передвигаю Куда-то Потому что им комфортно Здесь больше ничего Не станет В этой комнате Она очень маленькая Но этим растениям Здесь приятно Живется Поэтому я их Не трогаю Просто наслаждаюсь Их красотой Каждый раз Когда захожу в ванну Они меня вот так Покажу немного Вот так Они меня встречают Здесь Вот как у меня живет На унитазе Все время Привозил ее Из поездки Вот так это все выглядит Пройдем в гостиную Теперь Осталось еще Три комнаты Посмотреть Так как балкон Я не буду показывать Сегодня Вот такой огромный Куст Массониан И Вейлфин Встречает нас На входе У меня нет коридора К сожалению Да Поэтому пришлось Придумывать Как-то Зону ограничивать Коридор Видите Я в Икеа Купил вот такой Вот мат Прозрачный Да Постелил здесь И это такой Своеобразный коридор За него ходить Ни-ни Нельзя никуда Вот гуляет Моя пышка Пошла Лежала на балконе На солнце Увидела меня с камерой Все уходит Трепеть не могут камеру Что одна Что другая Вот такая вот Массониана Вейлфин Здесь растет И радует Дальше продолжим Движение Поп Здесь у меня Несколько еще Сансеверий Тоже Сансеверия Лауренти Лауренти Лайм Ей Очень много лет Примерно 15 лет Тому кусту Вот этой розетки Самой старой Сейчас ее покажу Вот эта розетка Самая старая Ей около 15 лет То есть Представьте Да Это все уже наросло Постепенно И она Дает детку Раз в 3 года Она дает детку Вот видите Нарастает новая детка В горшке Сансеверия Цилиндрическая Тоже огромный куст Неоднократно Рассказывал я Про Сансеверии Цилиндрические Про их рост Все это есть на канале Друзья на самом деле Материала очень много На канале Поэтому я Не буду сильно Зацикливаться Прям на полном уходе Все смотрите на канале Есть еще Сансеверия Лауренти Тоже одна из моих Пожалуй первых Сансеверий По-моему она была Вторая в коллекции Появилась В 2-3 розетки В 3 розетки Она была И вот такой сейчас У меня мощный Красивый куст Тоже она Просто царица Королева Так сказать Обычный самый сорт Но насколько он Красивый Эстетичен Посмотрите Какая роскошь Смотрите Какие у нее Интересные листья С разводами С разными С полосками Светлее Темнее Очень красиво Здесь еще У меня стоит Вот такая Сансеверия Зелененькая Она называется Honey Jade Просто зеленая Такая Honey Jade Вот такая Она стоит Немного Можно сказать Отдаленно От солнца Но ей хорошо Когда она стоит На сильно ярком солнце Она начинает выгорать Так вы видите Да листья Зеленые Зеленые Темные Темные Такие красивые Еще вот такая Цилиндрика Тоже не любительница Солнца В свое время Стояла на балконе Погорела вся Но вы знаете Когда я переставил Более Денечек Хотя и с утра Дает солнце На часов 7-30 Если солнечное утро Солнечное утро Она прям залита солнцем И ей этого хватает И растет прекрасно Очень пышная И густая Тоже Еще здесь две Сансеверии Это Сансеверия Моя любимица Тоже Мне ее Все время Дарили Родители Когда приезжали Мы назвали Мы ее В честь Моего папу К сожалению Папа Не так давно От нас ушел Пару месяцев назад Ушел Не в смысле Ушел Да В смысле Ушел навсегда И конечно Это Сансеверия Ее зовут Игорь Она мне очень дорога Как память о нем Да Она вот у меня теперь живет Игорь давал уже неоднократно Потомство 5-6 Детенышей у него было Игоря от младших Да И вот они у него тоже здесь живут Сейчас у него только один ребенок Игорь У этого тоже очень-очень много лет Красавица Люблю его И вот такая Сансеверия Как же она называется Честно сказать Я не помню Black Edge По-моему Честно сказать Не буду обманывать Давно не читал название Моих Сансеверий И смотрю Что у нее даже нет надписи То есть она идет Такая темно-зеленая С тонкой золотой каемочкой Да Желтенькой Вот так вот она выглядит Данная Сансеверия Да Black Diamond Возможно она называется Скорее всего это Black Diamond То есть такая ограненная Тоже здесь стоит она Чувствует себя хорошо Хорошо Возле моего Игоря Любимого она живет Балкон Это отдельное видео Я вам давайте так Образно покажу Там чего только нет На том балконе Там всего Чего только хочешь Можно найти Флажок Австралийский Друг приезжал Из Австралии Привозил Я его там воткнул Он так и стоит Но об этом Отдельное видео О балконе Сейчас еще покажу вам Орхидеи Они тоже здесь живут У меня в комнате Да Вот такие орхидеи Красивые в целом Тоже мне нравятся они Да Несколько сортов Есть здесь Big Lip Есть здесь Орхидея Tarino Или Torino Вот Торино стоит Вот она Смотрите Тоже постепенно Кто цветет Кто отцветает Вот Торино Оно в среднем Таком промежутке Своего цикла Цветения Вот этот Отцветает Малыш Тоже Красивая очень Орхидея Но дает Новые Цветоносы Покажу Видите Вон там Цветоносики Новые Она их крутит Будут цветы Такие тоже Орхидеи Тоже домашнее Орхидеи Все цветут Все радуют Я их пересаживал Не так давно В чистую кору Знаете Я пересаживаю орхидеи В чистую кору Ничего больше Не добавляю Или добавил Нет Не добавлял Думал добавить керамзит Но в этот раз Не стал даже керамзит добавлять Просто взял кору Абсолютно Кору сосны Средняя фракция И пересадил Причем пересаживал Во время цветения И никто ничего не сбросил Вы знаете Все цветут Вот уже Больше месяца прошло Как я их пересадил И они все Прекрасно себя чувствуют Все цветут Все очень радуют На мой взгляд Очень красивые Тоже благодарные И легкие Растения Вот смотрите Какая прекрасная кровать стоит На балконе для моих собак Они оттуда ушли Не хотят Сейчас я уйду отсюда С камерой Они вернутся А здесь еще Кстати Делал недавно Ту тарелку Мастер-класс По тарелке Нужен Так И моя коллекция минералов Здесь еще видна Давайте будем выходить Из этой комнаты Покажу вам сейчас Ее обзор Вот так это все выглядит Вот так Вот так Ой Ударился об стену Вот так это все выглядит Следующая комната Следующая комната Это моя кухня Переходящая В прачечную комнату На самой кухне Ничего конкретно не стоит Ну разве что можно посчитать Что стоят Живут здесь Вот эти две Небольшие Хани Да Вот такие Хани Гилд Эйдж И Хани Блэк Стар Вот такая Опять таки Я их покупал Под такими названиями Возможно Они называются у вас иначе Здесь еще есть Красивая пепперомия Но я вам покажу Дальше Эту пепперомию Да Я покажу дальше Внутри Когда мы зайдем То есть На кухне Есть здесь окошко Но видите Здесь открывается Шкафчик кухонный Поэтому Не камильфо Что-то здесь ставит Поэтому все у меня Живет исключительно В прачечную В прачечную Сейчас все буду Показывать постепенно Мы заходим В прачечную С первым делом Давайте я вам покажу Мои тилансии Их очень много Очень люблю Тилансии Не покупаю больше Так как парочку Вы знаете Я загубил Может быть они сами умерли Две Две была Одна цвела И не пошло у нее Никакого потомства Потому что они После цветения Должны выдавать Потомство И потом погибают Но это отцвела И погибла А другая была Такая маленькая И она просто погибла Но остальные все живут Вы знаете Я даже удивлен Что не погиб больше никто Но вот так они все выглядят Разные сорта есть Разные тилансии Тоже живут Они у меня На такой своеобразной Опоре Я им изготавливал Да В свое время Чтобы они могли Красиво здесь Так Роули попал в кадр Красиво здесь могли Прирасти На такой опоре Да Очень они Мне нравятся Тилансии Красавицы На мой взгляд Тоже есть О них видео У меня на канале Я некоторые Сейчас скажу Давайте На секунду Вот такого плана Тилансии Я их замачиваю Раз в 10 дней Примерно 10-15 минут В воде Должна быть обязательно Вода фильтрованная Да Без металлов Сильных примесей А вот такие Которые растут Больше такой бульбой Вот это Например Вот это Вы тоже видите Или вот это Еще вот такая У меня есть поменьше Их нельзя замачивать Они Насколько я читал По крайней мере Их надо только Опрыскивать Потому что Они очень легко Загнивают Вот эти бульбы Они загнивают А вот такие Малявки Их можно замачивать Минут на 10-15 Все Это о Тилансиях Такой мини-рассказ Здесь у меня есть зеркало Которое вы видели Многие я думаю Еще вот такая Тилансия у меня Тоже огромная Она собирается зацветать Не знаю зачем Лучше бы давала листья Потому что После цветения Начинается у нее Процесс увядания Постепенный Ну Если не выдаст детку То значит До свидания Тилансия К сожалению Здесь еще у меня есть Крестовники Синеция Различные Да Вот такие есть Красавцы Разные Это в свое время Полностью осыпался Но сейчас уже Прилично восстановился Я их перевез сюда Раньше У меня жили Вы знаете На балконе Все мои крестовники И там они явно Чуть-чуть Перебарщивали Солнцем Загорали слишком И вот сейчас Я их перевесил сюда Несколько недель назад И я прям вижу Что они начали Чувствовать себя В разы лучше Прям пошел новый рост Прям все так Буйно-буйно Разрастается А то они через раз Начинали сушить Эти какие-то Свои Шарики Эти да Листики Так сказать А сейчас Стоят прям красиво Смотрите Какой красивый Роули Роули Анис Очень люблю этот Роули Анис Есть еще вот такой Стрин оф дайлфан Такая нитка дельфинов В форме дельфинчиков У них листья У него есть Замудренное название Тоже конечно На латинице Еще есть вот такой тоже Видите Этот еще не до конца Отошел от загара Частично уже начал отходить Но он становился Прямо только коричневый А коричневый Ну не очень эстетично смотрится И наконец-то он начал Зеленеть Постепенно возвращается У него зелень Я предпочитаю Чтобы он был просто Зеленый Вы знаете Не хочу коричневый Синецию Хочу зеленый Синецию Вот Вот так они здесь Все висят У меня в подвесных Кашпо Которые я плету Тоже есть на канале Об этом рассказ Вот так Это все Выглядит Да Я в кадре Здесь у меня еще есть пара Очень маленькая комната Поэтому показываю Все очень близко Потому что не могу Далеко отойти Есть у меня еще Есть микросорум Крокодил Такой микросорум Тоже очень мне нравится Посмотрите Какие листья Какая текстура Видите Какая роскошь Да У листа У микросорума Очень-очень красиво Тоже не любит он Залив Если его Слишком заливать Он ко мне пришел Залитый Залитый безбожно Видите Вот такие Появляются фрагменты Да Это он с таким Пришел Фрагментиком Это когда их Слишком сильно поливаешь Поэтому поливаю их Аккуратно Посажены они у меня В смесь Мха Коры И Грунта для Суккулентов и капсусов И перлита Да Вот такая у них смесь Мха совсем немножко На дне Так сказать Потому что они у меня Посажены вот такие Кокосовые подставки Тоже я показывал их Как я их делаю Эти подставки Вот такой А это кстати Асплениум Ведь Как же Древний Древний называется Асплениум древний Тоже вот такой Здесь растет Асплениум древний В целом Выглядит тоже Очень хорошо Тоже как вы можете Видеть с парочкой Вот таких повреждений Но Я говорю Сложно купить растение В идеальном состоянии Чтобы оно прям было здоровым Ну молодой рост идет Красивый Сочный Чистый Так это все выглядит Да Дальше Делаем разворот Здесь очень много Сансеверий Давайте о них вкратце Расскажу Ох Какое длинное будет видео Так Сансеверия Вот такая красавица Golden Flame Сорт называется Да Вот смотрите Так выглядит Golden Flame Для сравнения Так выглядит Кристи Видите То есть они между собой Очень похожи Но Golden Flame Он намного более желтый Вот вы видите Да Вот Golden Flame Вот Кристи У меня две Кристи Просто живет В общем Вот такой Golden Flame Вот такая Сансеверия робуста Вот такой Платицериум Тоже огромное Абсолютно растение Посажено на кору Тоже я делал Видео о том Как я его переводил На эту кору Да На доску Вот такой Платицериум Тоже прилично Он разросся Постоянно дает Новые листья Очень красивое растение Очень мне нравится Рекомендую иметь Платицериум Путь даже не в такой форме роста А в обычной Но очень красивый папоротник Видите какой А здесь еще у меня живет Такая Тилансия Тоже На маленькой опорке У окна Она живет отдельно Она крупная Там их 4 розетки Таких идут Тоже растет Постепенно развивается Тилансия А здесь у меня еще Стоят Смотрите Я вам покажу Антуриум Который я проращивал Я не знаю как называется На русском языке Но это в испанском Я живу в Испании Да Руку надо просунуть сюда Антуриум табакон Называется у нас Если кто захочет посмотреть Что это за Антуриум Он именно красив своей листвой В общем я вот здесь Проращиваю из семян Взял семена в садовом центре Просто подобрал Да И вот 3 проросло Посадил примерно 20 Проросло всего 3 Еще такая мини Церапегия Не растущая абсолютно Здесь живет тоже Здесь у меня есть Сансеверия парва Кстати парва Я делал видео Да Она у меня Плодоносит Я их опылял Парочку моих сансеверий Искрещивал Для получения новых Сортов Вот у этой Осталось 4 семечки Хотя опылял очень много Она как-то не захотела Сильно Плодоносит Но вот 4 осталось Есть кстати видео На канале По поводу опыления Сансеверий При желании можете посмотреть Да Еще вот такая Сансеверия хани Обычная Тоже с деткой Живет у меня Самая стандартная Хани Но она мне нравится По моему Очень красивое растение Тоже Специфичное Здесь Кристи Да Здесь Еще вот такая Сансеверия Блэк Тоже Скажу вам Что за Блэк Она точно Чтобы знать Все знали Блэк Даймонд Кстати Вот этот Блэк Даймонд Значит То что в гостиной Была Кем-то другим Тоже Каким-то Блэк Чем-то Блэк Даймонд У нее практически Полностью Черные листья Темно-зеленые Еще Вот такая Сансеверия У меня Здесь Есть Как она Называется Гиацинтовая Сансеверия Тоже Здесь Живет В плохом Состоянии Здесь Есть Металлика Абрутиана Кстати Которая Немного Стала Лучше Выглядеть Но Я ее Рассадил Хорошие Я посадил Отдельно И вот Такие Оставил Для получения Потомства Да Листья Очень сильно Начала Портиться После одной Из моих Пересадок Видимо Что-то Я Неправильно Сделал Возможно Дал Слишком Большой Горшок В свое Время И Листва Испортилось Но Вы знаете Она была Вся Желтая И на удивление Некоторые Листья Стали Возвращаться В цвет Этот Был Тоже Желтый И Стал Зеленеть Поэтому Может Быть Она Вся Позеленеет Но Это Было Конечно Шикарно Желтая Желтая Я Не хочу Выбрасывать Мне Жалко Пусть Детку Наращивать Теперь Вот Такая Сансеверия Массаняна Велфин Она Тоже Цвела Видите Ее Цветонос И Дала Огромное Количество Плодов Я Об этом Подробно Рассказываю В видео О Сансеверия И Получение С них Урожая По идее Это Должны Быть Новые Сорта Сансеверия Мутации Потому Что Я Скрещивал Сансеверия Black Gold Другим Сортом Да С варегатностью И Вот Очень Много Видите Плодиков Какие-то Они Развиваются Опять Об этом Я Все Рассказывал Какие-то Наоборот Развиваются Их Очень Много Следующая Это Вот Такая Огромнейшая Цилиндрика Сансеверия Цилиндрическая Посмотрите На нее Видите Какого Она Размера Отойду Немного Смотрите Видите Какие Листья У нее Вот Такая Цилиндрика Стоит Здесь Просто Нереально Большая Тоже Красивый Сорт Очень Мощный Интересный Сансеверия Роксбург Яна Даже Не Отличит Ее От Других Вот Она Стоит Вот Это Роксбург Яна Хорошо Вот Так Она Выглядит Тоже Жесткие Листья Тоже Не Любит Абсолютно Солнце Малейшее Солнце Прямое На нее Вот Что Получается Не Шучу Не Южное Солнце Восточное Так Остается Все Потом Поставил Ее Сюда Подальше От Солнца И Здесь Она Чувствует Себя Хорошо Здесь Она Чувствует Себя Вольготно Но Погорела Немножко На Солнце Кто Б мог Подумать Что Такая Жесткая Сансеверия Будет Настолько Капризной Следующая Сансеверия Это Либо Грей Леди Либо Сильвер Принцесс Данный Сорт Называется Я Красавица Моя Сильвер Принцесс Тоже Наращивает Детку Сейчас Видите Вот Она Подписана Как Грей Леди Детка Растет Тоже Красивый Высокий Если Хотите Высокую Сансеверию Сильвер Принцесс Или Грей Леди Это Красивый Статный Сорт Тоже Она Вот Так Выглядит И Еще Здесь Есть Вот Такая Массаньяна Тоже Варигатная В два Листа И Растит Ко мне С механическими Повреждениями К сожалению Да Но Уже Как Есть Поэтому Растим И Любим То Что Есть Тоже Очень Красивый У нее Цвет Красивая Пистеролистность Видите Какая Интересная Массаньяна Это Крупнолистное Имя Так Давайте Мы Сейчас Сделаем Разворот Еще Интересно Меня Кто-нибудь Смотрит Друзья Отзовитесь Те Кто Смотрит Здесь Еще Стоит Большое Количество Сансевери Из Азии Но Они Не Изменились Последнего Обзора Честно Сказать Поэтому Я Быстро Покажу Стар Роуз Стар Роуз Это Голландская Вот Это Стар Роуз Все Остальное Это Различные Сорта Просто Покажу Мелька Из Азии Вот Такие Они Тоже Я их Неогнократно Показывал Где Еще Я Знаете Не понимаю Что У меня Замания Проращивать Авокадо Хоть Тресни Мне Нужно Проращивать Вкуснейшие Были Большие Авокадо С огромными Косточками Не смог Выкинуть Вот Поставил На Проращивание Буду Деть Бонсай Еще Вот Такие Две Сансеверии Этот Мерзкий Звук Который Периодически Вы Слышите Это Лифт В соседнем Подъезде Потому Что У нас Есть Этот Колодец Такой Патио Внутреннее И тут Два Подъезда Объединено Объединено И вот Этот Лифт У них Японка Чинить Или Что Каждый Раз Когда Он То ли Поднимается То ли Опускается Вот Такой Резкий Звук Происходит Какая Красивая Это Сансеверея Гроссилима Тоже Очень Красивая Блю Лиф Такая И Это Тоже Красивая Это Смесь Бульдога С Носорогом Там У него Большое Количество Пролонг Бролонг Называется Она Самурай Варигатный Спайдер И Вот Такая Тоже Есть Еще У меня Такая Пепперомия Тоже Хэппибин Она Называется В народе Но Я Скажу Ее Сейчас Название Замудренное Смотрите Она Называется Фэрреи Раи Фэрреи Раи Вот Такая Она Именно Латинское Название Тоже Скулентик Такой Красивый Пепперомия Здесь Живет Да У меня Здесь Стоят Мои Фитонии Тоже Разные Сорта Некоторые Посажены Группами Ошеребить Телефон На Фитониях Скелетон Мне очень Нравится Вот этот Сорт Да Красивая Вот такая Еще Есть Тоже Видите Здесь Посажено Три сорта В один Горшок Тоже Они Красиво Смотрятся Эти Три Первого Фитонии Группкой Да И вот Этого Мне Отдали Знаете Я думал Это Пепперомия Не Пепперомия А Фитония Когда Мне Его Дали Но Это Гипоэстис Гипоэстис Называется Отдали Просто Веточки Знаете Это Не было Абсолютно Ничего Ни одного Листа Их съела Какая-то Гусеница Мне Отдали В садовом Магазине Веточки Говорит Ну Захочешь Заберите По Если Вырастешь Тут Отдали Два Горшочка Я их Объединил Еще Начинать Начеринковал И Смотрите Уже Вырос У меня Гипоэстис Из Веточек Просто Просто Веточки Были Без Листов Я думаю Ну Раз Ты Не Фитония Ну Бог С 7 Причем Вот В красной Там По-моему Даже Два Их Сорта Разных Сидит Не знаю Ну Я их Считаю Как Один Так Дальше Мой Непентис Кстати Вот Гордость Первый Домашний Кувшин Вырос Не было Еще Своих Кувшинчиков Вот Вырос Такой Непентис Блоди Мэри Он Называется Гибридный Краснеет Он Очень Сильно Видите Да Его Покупал Совсем Крохо Вырос Прилично Еще У меня Здесь Есть Опять Такие Это Пеперомия Которую Обещал Показать Она Называется Рокко Скуру Если Я не Ошибаюсь Данная Пеперомия Да Рокко Скуру Темная Рокко Это Типа По-итальянски Наверное Гора Или Такая Как бы Пик Горы Да Тоже Очень Красивая Приятная Пеперомия Ампельная Форма Живет Здесь Тоже Главное Вот Такая Еще Тилансия Испанский Мох Называется Она В народе Данная Тилансия Тоже Очень Приятная Такая Я ее Тоже Замачиваю Раз в Десять Дней Замачиваю Она Хорошо Себя Чувствует И Потом Если Хочу Опрыскиваю Еще Иногда С удобрением Замачиваю В простой Водичке Тоже Испанский Мох Подрастает Подрастает Дает Такое Ощущение Тропических Джунглей А Приспособил Чтобы Не капал На Сансеверии Так Здесь Еще Есть У меня Два Филодендрона Филодендрон Лайм Лимон И Филодендрон Миканс Посажены Они Вместе Два Сорта Такие Растут Бархатистый Миканс Такой Вельветовый И Лайм Лимон Более Глянцевый Причем Миканс Растет Как Сумасшедший А Лайм Лимон Крайне Медленно Но Сидят Они Здесь Вместе У Меня Да Так Они Здесь Живут Еще Кто Остался Боже Мой Как Много Растений Это Я Еще Балкон Даже Не Показал Так Следующее Растение Это Сансеверия Блэк Корал Вот Такая Сансеверия От Чем Она Отличается Зеландики С возрастом Полоски Становятся Более Широкими Более Темными Смотрите Вот Здесь Красиво Видно Да Но Вот Зрелые Листья Они Очень Хороши С собой Очень Красиво Такой Вот Куст Этого Блэк Корала Здесь У меня Еще Стоит Аубрутиана Дракон Приходящая В себя До сих Пор до конца Не может Прийти Некоторые Листья Никак Не хотят Восстанавливать Тургор Но Я Жду Я Аккуратно Поливаю Потому Что Многие Уже Пришли В себя Тоже Не Пошла На пользу Жизнь На балконе Балкон Я не пошел На пользу Пересадка В свое время В большой горшок Не пошла Я на пользу Так же Как и металлики Теперь Плачу За свои ошибки Показываю Что не все Мне идеально Вот Многие Листья Уже Стали Открываться Наконец-то То есть Значит Корневища Нарастили Тургор Ой Не тургор А корни Раз тургор Восстанавливается Вот Прям крепенькие В целом Выглядит Она На троечку По пятибалльной Шкале Но я думаю Через полгодика Она будет идеальной И здесь Металлика Которая здоровая Которую я отсадил От той желтеющей Здесь красивая Вот так выглядит Сансеверия металлика Когда она реально Красивая Здоровая Видите Листи какие Еще здесь У меня есть Пепперомия Наполинайц Называется Сам точно скажу Наполинайц Память Компьютер просто Вот такая Наполинайц Здесь живет Тоже цветет Красивая Пепперомия Посмотрите Какой у нее цвет Да Смотрите Какая она Прямо от нее Отражается Все Смотрите Как будто Перламутром ее Натерли И сказали Иди Пепперомия Покоряй людей Своей красотой Такая роскошь Там у меня Не обращайте Сильно внимания Там у меня Всякие Причиндалы мои Так сказать В коробке Стоят отравы Препараты Да все Которые Мало-мальски Хотя у меня Все органика Сплошная У меня собаки Слышали Опять этот звук Химия Жесткая Какие-то спреи Что-то Что-то еще Такое То есть Все здесь На этой полочке И еще Есть у меня Вот такой Эпипремном Тоже Задохли Который я купил По оценке Который я В свое время Показывал В новинках Я его обрезал Полностью Практически Все срезал Чтобы все было Убито Все было Вот в таком Состоянии Убитым Да Все было Поедено Еще мучнистым Червецом И залито Я все это Обрезал Черенки Потом свежие Подсадил То есть Тут много Сейчас подсаженных Черенков И он постепенно Очень не спеша Но начал наращивать Видите Новый рост Пошел Начали просыпаться У него Боковые эти побеги И я надеюсь Тоже может быть Не через несколько месяцев Месяц Через 4 Через 5 Это будет красивое растение Вот свежие листики Выходят здоровые Блестящие такие Очень красивый сорт Именно по цвету На здоровый лист Смотрите Не смотрите на больный Видите как здоровый Выглядит красиво Это все постепенно Конечно отпадет Ну бог с ним Главное что Сорт сохранил я Он мне стоил 3 евро Да у нас он крайне редко продается И даже маленькие черенки Там В горшке пара черенков Продают по 10 евро Если частники А тут за 3 евро Был прям больной Но пышный курс С потенциалом Поэтому Все это вот так выглядит Все друзья Вот так выглядит эта комната Нам осталась еще одна Кого еще есть желание И силы смотреть Давайте сейчас мы так Покружимся Кружи меня Кружи меня Большая Черепаха Да Вот так Покружились Ой Аж размыло изображение Так Все Выходим отсюда Опять-таки спиной Спиной дом не всего выходить Потому что можно еще поглазеть немножко На красоту Вот так выглядит И знаете Очень приятно Здесь еще такой момент Когда готовишь Стоишь Например Оп Когда готовишь Очень приятно Здесь находиться Потому что Что-то здесь Жаришь Варишь Что-то здесь Моешь Да И вот так смотришь В окно И там джунгли За окном И ты такой Вах Как хорошо Живется все-таки Человеку Вот такая красота Последняя комната Которую вам покажу Здесь у меня стоят Сансевери Которые болели Клещом Но выжили На масоньянах На вот этих Виктория Либо Конго Два горшочка Не было ничего Но они настолько жесткие И настолько Они неубиваемые Что они здесь стоят Возле тех Что болели Но эти болели Год назад Я все равно Боюсь их Ставить коллекции К основной Все равно Не хочу их пока ставить Значит еще год пройдет Наверное Я их туда поставлю Вот это из Азии Сансеверия Очень красивая была Тоже болела она Детку у нее Полностью убил клещ Но материнская выжила И даже живой центр Абсолютно И вот один листик Еще у нее Отпал Я его посадил Потом вот такая Хани Маргината Тоже У нее центр клещ съел Убил все потомство Подлец Но она растит Так Где-то здесь Сейчас я нагнусь Присяду А здесь у нее есть детка Кстати Надо детку поставить Ближе к солнцу Чего это Она у меня так стоит Далеко от света Вот так ее надо ставить Здесь это стоит Хани Маргината Которая дала новую детку В итоге Детка абсолютно здоровая Вот она Да что ж такое Не пролезть между листьями Она с живым центром То есть у нее все хорошо То есть фактически Я думаю Клещая победил Но еще не факт Вот здесь Гордость коллекции Друзья Ай просто Как я за нее борюсь Тоже клещ убил Все потомство Мать убил Тоже материнское растение Кстати она пыльная Еще стоит при этом Да ее протереть что ли Вот такая красота Это хани крем За который Отчаянно борюсь Потому что она была Мне подарена У нас они не продаются Мне ее очень жаль Я ее привез С поездки Но у нее наросло Много корней То есть она не шатается То есть она Скорее всего Сама она не жилец Вы знаете Там даже корневища нет То есть там вот реально Четыре листа На На божьей помощи Так сказать Держатся На честном слове Но я надеюсь Что из нее может Придет какая-то детка Поэтому тоже не выкидываю пока Но красоты от нее нет никакой Глаза болят Когда Смотришь Но жалко И вот еще одна Да у меня есть Массонянка Тоже Это чуть покрупнее Тоже Конго Либо Виктория Сейчас сказать Не знаю Разница По-моему Конго Она меньше Конго Они прям совсем маленькие А вот это Скорее всего Виктория у меня Да Но она не настолько большая Чтобы быть Полноценной Сансеверием Массоняной Вэлфин Здесь они стоят В таком Импровизированном Мини столике В этом Обувном шкафах У меня там хранится В этом вообще ничего нет В нижнем А там хранится Зимняя обувь То есть Соответственно Какая мне зимняя обувь Только если куда-то поеду Поэтому не мешает Что они здесь стоят Потому что место хорошее Солнце здесь хорошее Тоже на них попадает И сингониумы Радость и печаль Моей коллекции Это сингониумы Вы знаете Некоторые Ну никак Они не хотят себя чувствовать Человечками Нормальными Продолжают мне Выносить мозг Но я сам виноват Я все знаю Мне нужно просто К ним приспособиться Некоторые хорошо выглядят Вот этот Например Очень красивый сорт Да Мария Лужин Он прям очень красивый Но я его покупал Большим красивым кустом И он так и стоит Большим красивым кустом Нижние листики Постепенно отмирают Но в целом Он красив Вот такой Мил конфетти Тоже красивый Достаточно пышный Но почему-то Кто знает Кто еще смотрит Из любителей сингониумов Мельчает лист И все Я не понимаю Я вижу у других У них стоит Как-нибудь одна веточка И листья вот такие Как лопухи Да 5-6 листов На какой-нибудь Такой же опорке стоят У меня На опорке Вот оно Что становится Чего им нужно Не понимаю Почему они такие мелкие Черенковать их Непрерывно Но тоже Как-то Задалбываешься Наверное Черенковать их Непрерывно Они же как-то У людей растут Крупными кустами Высокими На каких-то опорах Там наведел На бамбуковые палочки Сажают Там он такой Одна веточка Но она Один побег И он растет И листья крупные Тут мелочь растет В общем Пожаловался Вам на сингониум Немного Это пятая часть Мои жалобы на них Такой еще сорт Тоже Не помню его название Самый обычный Какой-то сорт Тоже Орлов Скорее всего Такой тоже Сингониум Стоит он Растет здесь Мохито Тоже стоит здесь Здесь еще Вот такой посажен Сорт Тоже один К нему Мохито Растет из черенков Мелкие листья Пока Выдает Ну надеюсь Покрупнее станут Постепенно Есть красивая Варигатность Вон видите Есть не очень Здесь три сорта Даже не буду Их особо показывать Панда По идее Это конфетти Был Когда-то Когда я его покупал И там еще По-моему Pink Splash Тоже И тоже Вот такое Начинает Три листа Четыре листа И вот начинает Вдавать вот это Вот это Ну что это С чем это есть Как это Черенковать Что с этим делать Я не знаю Я им поставил Эти опоры Думаю Растите уже Как хотите Поливаю их Периодически Опрыскиваю С этим С цинком Я их опрыскиваю Для улучшения Листвы И все Больше ничего Не делаю Еще есть Три короля Тоже сорт Да я их В свое время Объединил Все прям Кто смотрел Видео Вот эти все Зеленые Я их все Объединил В один горшок Но потом понял Что они друг друга Все равно Подзабивают Когда вот Два-три сорта Нормально Как вот здесь Три сорта Нормально Когда было их Шесть Ну было перебор Поэтому я их Рассадил немного Вот три короля Еще Стоит Тоже И опять-таки Да тоже Еще пожалуй Вот отрастит Два листа новых Нижний обязательно Отсушит Не держит листья Не знаю Друзья Может кто подскажет С ними Что делать Да Всех конечно Свои условия Но они меня Как-то не очень любят Хотя я их очень Трет люблю Это Как называется Imperial White По-моему Он называется Данный сорт Тоже из черенков Просто мне дали Продали Несколько черенков В один лист Три черенка И вот смотрите Уже это все наросло Этот люблю Этот как-то радует Как-то не делает Сильно мозг мне И еще есть Вот такой Это Aurea Сорт Тоже он должен быть По идее Красивый Варигатный Но моментально Теряет свою Варигатность Тоже Отсушил Немеренное количество Листьев И растит зеленый Я думаю Ну расти хотя бы Зеленый уже Бог с тобой Да и еще Вот такой вот Сорт тоже Christmas Называется Тоже Четыре листочка И два Мы отсушиваем Все так На грустной ноте Я буду с вами прощаться Но в целом Вы знаете Я не расстраиваюсь Потому что В нашем деле В цветоводческом В целом Если вот так Посмотреть издалека То вполне себе Нормальная композиция А еще вот эти Не назвал Тут еще есть Сорт Pink Splash Растет Да и вот этот По-моему Red Spot Он называется тоже Ну Все вот так Сушится Тоже мне сказали Николай Не ставьте их На опоры Черенкуйте 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 Типа Режьте их Я его порезал Вот То что порезал Верхушку поставил Воду Да А вот То что осталось Оно сразу Начало желтеть Хотя до этого Была вроде Нормальная Веточка Но я По черенку Рвал его Все стало Вот так Выглядеть Красиво Очень Ну ладно Буду учиться Лучше На своих ошибках И какие-то моменты Я все-таки У них отслеживаю Которые я стараюсь Исправлять И может быть Это им поможет Вот такой был У меня обзор Друзья Если вдруг Кто что знает По сингониумам Пишите Я всегда рад Услышать ваше мнение Да И до новых встреч При желании Подписывайтесь на канал Ставьте лайк Не на вот это А вот то Что мы уже до этого Видели всю красоту Правда Можно же лайк поставить Все До новых встреч И инстаграм Если хотите У меня еще есть Тоже он в описании К видео Можете заходить Никоэнджангл Называется Все Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok